До урочистого открытия мемориального комплекса «Партизанская крыльничка», что находится в Гомельском районе, застаётся всё меньше часу. Историчное место высобляет приклад мужности и стойкости оборонцев нашей родимы. Потому что тут, в годы Великой Айчинной войны, базировался партизанский отряд «Большовик». Сегодня с ходом будущих работ, на важном для народной памяти объекте, ознайомился старшиня Аблвыконкама Геннадь Соловей. Марина Северьянова с подробностями. По коль нашей машины, сборчившись с трассы, проезжая по лесных дорогах, уявляются картину военного минулого. История партизанских отрадов началась с 17 днём 1941 года. Под час оборонных боев за Гомель, первопочатковая отрада наличила около полсотни человек. Партизаны обосновались на 9-м километре шоссе Гомель-Шарнигов и проводили диверсии на джигунцы и основных автомагистралях. Полностью спойняли рух судна в пасожи. В листопаде 43-го, когда ишла Гомель-Скаречицкая операция, бойцы бригады «Большавик» разом с иншими перерезали дорогу Гомель-Шатилки, напали на ворожий гарнизон, увёзцы Горваль и захопили некольки десятков фашистских машин. Разом с частями «Червоной армии» удельничали у операции по вызволению Гомеля. Всё лето у Гонора 80-ти года створения отрада «Большавик» тут откроется реконструированный мемориальный комплекс, который станет местом памяти и Гонору для белорусов. Так это и подея, которая отбудется вельми худко, примеркуете военно-историчную реконструкцию. Владимир, расскажите, пожалуйста, каким образом вы готовитесь к открытию этого памятного места? Я знаю, что ожидается большой праздник для гостей города, для жителей, для всех, кому интересна историческая память. Мы готовим военно-историческую реконструкцию, ряд инсталляций, посвящённых этому, в первую очередь посвящённых партизанскому движению Беларуси. И самое главное, это очень мало говорится о возникновении самого партизанского движения. И в частности, вот это место, где мы с вами находимся, оно очень знаково для особенно гомельчан, потому что здесь был образован и в частности 17-го числа, 80 лет назад, партизанский отряд «Большавик». Сам отряд, мы с вами собираемся около памятника, недалеко стоим, он был культовым. Даже моя бабушка, она привозила школьников в 60-е годы, то есть сюда уже, да. Но здесь маленький родничок, несколько лавочек, всё это начиналось вообще совершенно с каких-то маленьких объёмов, да. Сами ветераны партизанского отряда сделали какие-то лавочки, да, интересно было. И потихонечку, потихонечку, вот видите, уже за нами тут куча техники, да, и выросло в целый мемориал. Здесь просто прекрасная на самом деле площадка ещё к этому делу, поэтому мы её именно сделаем, оживём, да. Какие-то события, в частности, несколько событий будет рассмотрено. Первое – это оборона Гомеля, потому что до 20-го августа 41-го года, опять 80-летие, да, героически гомельчане отражали фашистов и держались, да. А 17-го числа параллельно, да, создавался именно непосредственно партизанский отряд. Поэтому будет два события, и учитывая, что мы делаем их реконструкцию, то есть гомельчане смогут вживую увидеть, как это получалось путём непосредственно реконструкторов, которые приедут, кстати, со всей Белоруссии. По курженах этой территории протягиваются будовнейшие работы. Так само тут регулярно сбираются специалисты, как бы заверить планы, проконтролировать ход работ, упевняться, что всё отповидая задуманному. Сами будовники кажут, что праца на таком объекте – это гонор и мягчимость быть принадлежными, да важной для будущих поколений подеи. Подрядчик наш Гомельский ДСК, граждан-проект, проектировщик, они имеют опыт таких объектов, поэтому объект прошёл все архитектурные согласования, ну, будет очень уникальный объект. И самое, что интересно, что нашим строителям нравится возводить такие объекты, которые потом будут радовать глаз всех желающих туристов и посетителей нашей Гомельской области и Республики Доларусь. Сгодно к проекту тут разгорнутся музейные экспозиции и пляцовки для проведения историчных реконструкций, присвеченных партизанскому руху. У перспективе объект может стать своясабливым вучебно-методичным центром. Марина Севриянова, Сергей Камко, телерадиокомпания «Гомель», Гомельский район.